Всем привет! В эфире Мировые Новости в студии Ксения Петренко и в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. Новости в студии Ксения Петренко и в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. В середину, а затем съедают растения. Вот почему мы принесли этот костюм медведя. Индийские фермеры, не дождавшись помощи от властей, придумывают свой уникальный способ защиты полей от набегов обезьян. Теперь они ходят по полям в костюме медведя. В Британии впервые в мире доставили пиццу на реактивном ранце. Курьер привез заказ по воздуху с помощью летающего костюма стоимостью 400 тысяч долларов. Полиция Вашингтона арестовала подростка, подозреваемого в массовой стрельбе на фестивале. Подробности в следующей рубрике. 15-летнего подростка обвинили в массовой стрельбе на мероприятии в Милуоке. Напомню, тогда от огнестрельного ранения пострадали шестеро несовершеннолетних. Инцидент произошел 19 июня. Стрельбе предшествовала драка, в ходе которой обвиняемый выхватил пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Парня обвиняют по четырем пунктам, а именно в совершении тяжкого преступления, угрозе жизни первой степени, как соучастнику преступления. В непредумышленном причинении вреда здоровью, хранении оружия, а также в хулиганстве. Это далеко не первый и не последний инцидент, связанный с оборотом оружия в Штатах. После ряда массовых расстрелов в школах США общественники призывали власти ужесточить законодательство, но оружейное лобби оказалось сильнее. Французская полиция расследует убийство, совершенное своими коллегами, а местные жители устраивают беспорядки, сетуя на произвол силовиков. Инцидент с применением оружия произошел накануне, сам момент сняли на видео очевидцы, и кадры моментально набрали тысячи просмотров в сети. 17-летнего парня полицейские просили выйти из машины. Он повиноваться отказался, в итоге несколько выстрелов, и парень мертв. Следом возникли массовые хаотичные беспорядки. Молодежь сжигала машины и устраивала столкновения с полицейскими. Стихийное бедствие обрушились на Чили. В эпицентр попал густонаселенный район. Сотни человек были вынуждены покинуть свои дома. Есть пропавшие без вести, но шансы найти их живыми тают с каждым часом. Смотрите подробности. Два человека погибли в результате наводнения в центре Чили. Бедствие вызвали проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. Три человека числятся пропавшими без вести. Более 400 местных жителей покинули затопленные дома. «Мы вошли в дом, но воды там досюда. Хотели посмотреть, можем ли что-то взять, но там всё плавает, абсолютно всё». Люди переживают трудные времена. Всё, что им нужно, это помощь от правительства. Но вы видите, что больше всего помогают друг другу соседи. Поскольку дороги затопило, спасатели вывозят людей из пострадавших районов на вертолётах и лодках. Зоной бедствия объявлен регион от города Вальпараиса до Биобио протяжённостью примерно 650 километров. Дожди обрушились на Чили через несколько месяцев после серии лесных пожаров, вспыхнувших на фоне сильной засухи. Они разрушили сотни домов, а также привели к гибели десятков людей. Богатый урожай марихуаны рассыпался на трассу в бразильском муниципалитете Жуиз-Зефара. В результате ДТП, по оценкам экспертов, на дороге оказалось 1235 брикетов. Это эквивалентно тонне растительного наркотика. Перевозил запрещенку 43-летний водитель. Он потерял управление после того, как увидел на проспекте Жусилио Кубичека военных. А всю дорогу за ним следовали наркополицейские. В итоге машина перевернулась. Сам водитель получил незначительные травмы и после первой медицинской помощи был арестован. Численность антипрививочников существенно уменьшится после следующей новости. В ближайшем будущем лечить рак смогут с помощью укола. Одна вакцина и злокачественные клетки погибнут, что спасет жизнь человека. Подробности медицинской новинки в следующем материале. Лечить рак в будущем, возможно, смогут с помощью вакцины. Так считают исследователи из Университета Вашингтона в Сиэтле. Они разрабатывают препарат, который сможет уменьшить опухоль и продлить жизнь пациенту. У 56-летнего Тодда Пипера рак лёгких. Опухоль распространилась в головной мозг. Он принимает участие в испытании вакцины. «Знаете, мне нечего терять. Если и будет результат, то пользу от этого получу не я, а другие люди в будущем. Я не очень много знаю о том, как проходят исследования. Но я думаю, это может быть только благом». Тодд Пипер уже получил первую вакцину от рака. Это нетрадиционный препарат, который предотвращает болезнь. Он уменьшает опухоль, а также защищает от рецидива. Экспериментальные методы направлены на лечение рака груди, лёгких, меланомы и рака поджелудочной железы. Чтобы вакцина подействовала, она должна научить Т-клетке организма распознавать злокачественные опухоли, а затем их уничтожить. Традиционное лечение очень индивидуально, а вакцина, наоборот, универсальная. «Я абсолютно уверена, что в ближайшие 5-8 лет мы получим разрешение на применение более чем одной вакцины против рака для предотвращения рецидивов заболевания». Ранние исследования вакцин против рака потерпели неудачу. Раковые клетки смогли перехитрить иммунную систему пациентов. Но учёные говорят, что эти неудачи многому их научили. Важную роль в исследованиях играют пациенты-добровольцы. Одну из первых вакцину против рака яичников 11 лет назад получила Джейми Крейс. Тогда ей было 34 года, и у неё диагностировали прогрессирующий рак. Она думала, что умрёт молодой. «Вакцину можно будет делать женщинам до того, как они заболеют раком, или вводить сразу после постановки диагноза». По мнению учёных, исследования находятся на переломном этапе. Они прогнозируют бум вакцин против рака примерно через 5 лет. Ни детский утренник и ни промо-акция. Индийский фермер отчаялся бороться с приматами, которые атакуют его поля. И таким образом надеется отвадить животных от своих угодий. Получается ли? Мои коллеги наблюдали за шкурой неубитого медведя. Фермер в северном индийском штате Утр-Продэш наряжается в костюм медведя не для забавы. Это способ защитить свои поля сахарного тростника от обезьян. «Обезьяны наносят невосполнимый ущерб. Они уничтожают посевы сахарного тростника. Отрывают середину, а затем съедают растения. Вот почему мы принесли этот костюм медведя». Сначала фермеры из разных деревень обратились к местным властям за помощью. Но не дождавшись реакции, придумали своё решение. Они собрали деньги и купили костюм медведя. Теперь по очереди наряжаются в него и отпугивают непрошенных гостей. В Индии обезьяны всё чаще забредают в деревне. Они создают беспорядки и даже нападают на людей. Также некоторые приматы перебираются в городские районы. Причина – в потере естественной среды обитания. Стоит отметить, что трюк с костюмом медведя сработал. Обезьян стало намного меньше. В США разыскивают преступника, похитившего сотрудника магазина с лекарственными травами в корейском квартале Лос-Анджелеса. Мужчина был одет в фиолетовую рубашку, синие брюки и у него был с собой рюкзак. Не исключено, что именно в рюкзак он и положил сотрудника магазина после того, как вышел из здания. Как такое возможно? Да просто украл неизвестный кота по кличке Мими. Животное 10 лет проживало в магазине и периодически радовало покупателей своим приветливым характером. Кто-то гладил по шерстке, кто-то просто любовался рыжиком. Но пока владельцы были заняты, мужчина схватил животное и унес. А обнаружили пропажу только спустя несколько часов, когда увидели, что корм из миски не убывает. За информацию о похитителе обещают вознаграждение. Реактивная доставка пришла на смену пешеходной и самокатной. В Великобритании впервые в мире и в истории человечества пиццу клиенту привезли на ракете. Вернее, на реактивном ранце. Процесс запечатлели на видео. Итальянское лакомство раздали получателям, которые находились на музыкальном фестивале в Гластендере. Бесплатно. А акцию устроили в честь песни Элтона Джона «Человек-ракета». И этот «Человек-ракета» с задачей справился. Пару слов оранцы. Стоит он 400 тысяч долларов. Грузоподъемность 144 кило. Максимальная скорость 50 миль в час. На этом у меня на сегодня все. Следите за обновлениями в наших социальных сетях. YouTube и Telegram каналах. Ну а я, Ксения Петренко, прощаюсь. С вами увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!